Теплая и уютная аудитория главного корпуса университета на время стала спортивным звездным Голливудом. Свободных мест просто не наблюдалось. Лучшие спортсмены Брещины, многие из которых неоднократные победители соревнований не только европейского, но и мирового уровня, с удовольствием пришли, чтобы пообщаться со студентами. Эта встреча стала своеобразным уроком чемпионов, на котором присутствовали самые настоящие учащиеся и самые настоящие педагоги со стажем, достойные образцы для подражания. Сегодня они могут поделиться опытом, как стать по-настоящему сильным, выносливым, как преодолеть себя, собраться, чтобы победить. Я полагаю, что наши гости сегодня расскажут нам о том, как они преодолевают жизненные барьеры и спортивные барьеры на своем пути. Поделятся для того, чтобы многие из вас, а в вашем лице, чтобы многотысячный коллектив студенчества нашего университета задумался, а лучше зажегся идеей. Я хочу тоже быть здоровым, здоровым, я хочу быть креативным, я хочу быть привлекательным, а этому помогает спорт. У студентов была уникальная возможность задать интересующие вопросы, тем более, что в большинстве присутствовали студенты факультета физ. воспитания, многие из которых звездочки, подающие надежды. Ассы физической культуры рассказывали о том, как достигались результаты, какие эмоции переполняют на финише настоящих чемпионов. Во-первых, это популяризация идет, во-вторых, люди, скажем так, кто-то где-то чего-то не знает, узнают новую информацию, то есть каждый, он где-то слышал, а здесь ты можешь, то есть, когда в очи увидит этого человека, он тебе лично может все это рассказать, узнать, спросить совет тоже. То есть все эти банальные, ну, кажется, простые вещи, то есть, которые вроде бы все знают, но это на самом деле просто, вот, их надо называть делать. И ты это делаешь, все узнают, все происходит, и дальше каждый для себя решает. Среди спортсменок немало женщин, например, Екатерина Герасименко. Ничего не мешает хрупкой девушке быть лидером погребли на каное. Екатерине всегда нравились виды спорта, где прикладывается неженская сила. Кроме того, Екатерина Герасименко призер чемпионата Европы среди молодежи погребли на каное. Она же мастер спорта по армрестлингу. Если есть желание, есть силы, то это возможно. Возможно для всех абсолютно, потому что на самом деле телосложение – это не главное. Главное, чтобы было наполнение духовное, физическое, то есть главное – стремление. Если есть стремление, то все по плечу. Спортсмены Брестской области – основная составляющая республиканских команд, так сказать, элита белорусского спорта. Для подрастающего поколения они – настоящие талант стремления, мужества и отваги, которые вместе дают отличный результат.